Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описание. Опубликованные книги «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров художественной репродукции в фотографюрах. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Издательство 1904 года» Анибали Карачи. Болонская школа. Три Марии. В наше время школа Карачи в немилости у публики. Однако причина такого отношения лежит не столько в электизме этой школы, которая чушь, нашим взглядом, воспитана на реализме, сколько в плохом знакомстве с ее представителями. Их лучшие произведения сохранены. Они украшивают стены замков английской аристократии, которая когда-то с таким же увлечением собирала этих строгих академиков, с каким она теперь ищет прерафаэлитов. В 1585 году основана в Болоне, в этом городе ученых, старшем Карачи, Владовика, его дворюдным братьями Агастины Анибали, пресловутая академия. Целью этого учреждения было искоренить легкомыслие и беспокойную манерность в искусстве того времени и вернуть художественную школу снова к изучению природы и старых мастеров. Как на один из главных образцов, Карачи указывает на Карэджи. И в том, что они воскресили память этого великого, почти забытого в их время художника, серьезная заслуга Карачи перед потомством. Влияние Карэджи на школу Карачи очевидно не только в живописной технике и предпочтении смелых световых эффектов, но даже и композиции. Это мы можем заметить и на воспроизводимой нами знаменитой картине кисти Анибали Карачи, бесспорно лучшего представителя школы, находящего в собрании графа Карелеля в Казгаварде. Картина эта известна под названием «Три Марии». Изображает плач святых женщин над телом Христа и зависимость картины Анибала от подобной же картины Карэджи в «Парме» сразу бросается в глаза. Однако разница между обоими мастерами огромная. Гениальный и страстный Карэджи отнесся к своей задаче с чистой живописной точки зрения. Ему было важно добиться известного во всех деталях выдержанного цветового эффекта. Более сдержанный Карачи постарался внести строгую обдуманность в группировку фигур, что и удалось ему блестящим образом. Из желания усилить мрачную торжественность настроения, Карачи игнорирует пейзаж и всю жанровую сторону этой как бы молнии, освещенной ночной сценой Карэджи. Тесно сплоченные фигуры выделяются с пластической твердостью на темном фоне. Группа заключена в прекрасное полукруглое очертание. Лишь в середине композиции ясно светится тело мертвого спасителя и как бы отражая этот свет, рисуются на темном фоне лица и руки окружающих. Картина полна сильного трагизма. Все стадии горя и ужаса изображены на лицах женщин окружающих мертвого Христа и лежащих в обмороке Богоматерь. Слева мы видим испуганно попрощающий взор святой Марфы. Посреди остро-патетическая нота внесена в фигуру быстро устремляющая на помощь престарелой Соломеи. Справа, наконец, разлитый в картине ужас, достигает своего высшего напряжения в страстном безутешном рыдании юной Марии Магдалин с отчаянием взирающих на своего Бога. Положимый глядя и на эту картину нельзя отделаться от впечатления чего-то рассудочного, придуманного, искренне внутреннего чувства в ней мало. Особенно чувствуется натяжка как раз в этих вариациях горя, уничтожающих единство душевного настроения. У Кариджа, к тому же, гораздо тоньше отделена фигура Магдалины, плачущих по Христу от остальных женщин, окружающих своими заботами Марии. Но, несмотря на эти недостатки, картина Карачи полна истинной красоты. В ней царит тот спокойный пафос, который оладевает нами, когда пламенная страсть регулируется силой человеческого духа. Когда искание истины не теряется в изучении мелких деталей психики, но добивается полного единения между впечатлением и восприятием. Художественное произведение становится тогда органически целым, отвечающим всеми условиями самодавлеющего бытия. Оно становится как бы живым организмом. Вот такое описание картины. Я нашел книги издания 1904 года. Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции. Фотографюры. Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редактой Александра Бенуа. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok